Жители сразу шести поселков Алматинской области замерзают в своих домах. Цировые морозы. Больше 300 семей осталось без газа. А он для большинства сельчан является единственным источником тепла. Теперь, чтобы прогреть комнаты, приходится использовать даже пар от кипятка. Решить проблему обещают только через 10 дней. Но такой вариант людей категорически не устраивает. Корреспондент КТК Денис Брагин поговорил с жителями. Жители поселка Нургисат-Линдиев последние две ночи не спали. Уснуть им не давал холод. Люди жалуются. В дома перестал поступать газ. Котлы не запускаются. При этом оплату никто не отменял и скидок не делал. Насчет кританций нам сразу сказали. Не будете платить, потом вообще отключим. А за что мы платим? Болжан Туякова двое суток ходит по дому в шапке и шубе. А пятеро ее детей спят в зимних куртках под толстым слоем одеял. Ночевала вся семья в зале при закрытых дверях. Газ постоянно включаем-выключаем, а воссы и ныне там. Похоже, в трубах только воздух и мусор. Температура в доме не поднимается выше 12 градусов. Холодно. Тем более на улице сейчас ощущается как будто 30-35 градусов мороза из-за ветра. Большинство сельчан давно отказалось от угольных печей. Электрические обогреватели есть тоже далеко не у всех. Поэтому замерзающие жители от отчаяния придумали заклеить окна скотчем и греться паром из кастрюль. Некоторые в шутку называют это эффектом сауны. Правда, выручает ненадолго. Так как газа нет, зажигаем электроплиту, наливаем в казан воду, закрываем, доводим до кипения. Открываем крышку и греемся паром вместе с детьми. У Гульжахан Кульбаевой тоже пятеро маленьких детей. Все они простыли из-за холода в доме, утверждает мать. Сейчас малыши принимают лекарства. Газа нет, вода холодная, дети все заболели. И сама я простудилась. Ходим в поликлинику на уколы. Успокоить возмущенных сельчан сегодня приехали чиновники. По их словам, мерзнут больше трехсот семей. Все они живут в Ильийском районе. В этом доме нет газа третий день. Семья согревается как может. Топит печь и включает электрообогреватель. Но и они не спасают от холода. Жильцы даже в комнатах не снимают верхнюю одежду. Представитель сервисной компании объяснил. Газ в поселок Нургисат-Линдиев и другие отдаленные села подается с распределительной станции города Каскелена. Расстояние превышает 50 километров. Из-за морозов расход резко увеличился, а давление в трубах снизилось. Поэтому голубое топливо попросту не доходит. Специалисты уверяют, они уже завершают строительство дополнительного газопровода, чтобы подключить страдающие аулы к новой станции поблизости. Максимум 10 дней мы людям здесь дадим газ. И как сделаем это подсоединение, у них это прямой с Агаре-Джомат. Будет прямая сюда подача газа, проблем не будет в этих поселках. На сегодняшний день проблемы в поселках есть. Косадзен, Нургисат-Линдиев, Корой. Есть понижение давления, но мы все предпринимаем, чтобы как-то хоть чуть-чуть факел был. На такую же проблему жалуются жители поселков Чапаева, Байсерке и Кок-Кайнар. Сельчане говорят, еще 10 дней в таких условиях они не выдержат. Требуют наладить подачу газа хотя бы до конца недели. Денис Брагин, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматинская область.